МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня их гримёрка – это автобус. На полках, окнах и спинках кресел развешаны костюмы. Артисты ансамбля «Вольная степь» подъезжают к португальскому городу Браги. Горная местность, автобус трясёт, кондиционер не работает. На улице плюс 44. Казаки начинают переодеваться. Натягивают сапоги, надевают плотные рубашки, юбки с подъюбниками. Девушки красятся, косметика стекает от жары, красятся снова. И уже на улице натянуто улыбаются. Мол, привыкли. Есть неудобства своего рода. Мы привыкли уже, не первый раз к такому этому. Какой год уже? Четвёртый раз здесь подряд. Через минуту все места в тени заняты. У автобуса под козырьками в дверных проёмах. Рядом тормозят автобусы других групп. Африканцев жара явно не смущает. Мексиканцы в белоснежных костюмах тоже особенно не напрягаются. Русские, обливаясь потом, шагают вместе со всеми. Построение на исходной точке. И вот уже интернациональная колонна идёт под музыку. Все группы несут перед собой флаги и исполняют свой фольклор. Сенегал с барабанами, Мексика с лосо и скрипками, Россия с гармонью. А сборная Украины привезла всё лучшее сразу. Цыганские танцы и гимнасток в купальниках. Брага довольно большой по португальским меркам город. Здесь живёт около 200 тысяч человек. Это как треть населения Лиссабона. В пригороде Браги небольшой парк. Здесь расположен знаменитый собор. Святилище Девы Марии в Самейро. Сюда приезжают множество людей, далёких от религии. С верхних ступеней каменной лестницы открывается редкий вид на город. А горизонт сливается с океаном. Португалия, Брага – центр старого города, закованные в каменюлочки и множество старинных зданий, соборов и храмов. Религиозная тема здесь прослеживается едва ли не в каждом здании, потому что в этом городе живёт епископ. Вот, например, один из соборов в стиле барокко. Прямо рядом с ним сцена, на которой сегодня будет фестиваль фольклора, где выступят и ставропольские артисты из ансамбля «Вольная степь». Сейчас у музыкантов саундчек. У музыкантов не только ставропольских, но и из других стран. Вот, например, Мексика сейчас будет тестировать звук. Португальцы потихоньку собираются, стекаются к месту выступления, но в Португалии не принято начинать концерты засветло, поэтому всё начнётся, когда зайдёт солнце. Это вечер обычного рабочего дня. Проспект полон людей, португальцы выгуливают домашних животных, сидят в кафе и на газонах. Вместе с другом-студентом из Анголы пришёл сюда и афроамериканец Юрий. Я не знаю, но мой отец назвал меня так в честь игрока футбольного клуба «Бенфика». Большинство португальцев были совершенно не в курсе, какие страны приехали в их город. Здесь рады любому концерту, событию, празднику или ещё чему угодно, лишь бы это можно было сделать поводом для веселья. Я пришла покемонов ловить, извините. Отдельные зрители, впрочем, шли сюда совсем не за редкими покемонами, а за редкими в Португалии казаками. Россия, потому что это очень интересная страна, культура интересная. Но пока одни считают русскую культуру интересной, и другие, напротив, предпочитают держаться в стороне. Я думаю, русские люди порой немного сумасшедшие. Может, поэтому у них преступности так много. Темнеет, музыка становится громче, португальцы плотно окружают сцену и пускаются в пляс. Уже почти полночь, но в зрительской толпе много колясок с детьми. Пенсионеров, подростков никто не торопится домой. На сцене нет одного из артистов балета. Во время предыдущего концерта он получил сложный перелом. Врачи сделали операцию и наложили гипс. Центр Порто – второй по величине город Португалии, северная столица. Порто славится мостами через реку Дуэро. Их здесь больше пяти. Мост Понто де Дона Мария Пия – работа легендарного Эйфеля. Соседний мост – мост Луиша I – работа ученика Эйфеля. Мировое наследие ЮНЕСКО. По нижнему пролету движутся машины, по верхнему ходят поезда метро. Стоя на мосту, получаешь обзорную экскурсию по порту, не сходя с места. Канатная дорога, лифт к набережной, а вот старый город. Крохотные дома, прилепленные вплотную друг к другу. Здания, которые давно никто не ремонтирует. И высшая по красоте степень разрушения. Руины строений, которые заросли цветущим кустарником. Внизу пришвартованные лодки, активная трасса и прибрежные кафе. Очень интересный город, впечатлений, конечно, масса. Очень завораживающая архитектура. Эти мосты, вот мы сейчас стоим, река – это, конечно, превосходно. Европа, конечно, очень удивила. Очень красивый, интересный город. Много людей, конечно, эти магазины, толпы. Очень завораживает. И очень интересно все это увидеть. Особенно те, кто впервые. Я впервые в Порту. Мне очень понравилось, если хочется сюда вернуться. Особенно взглянуть еще раз на эти мосты, эти реки. На противоположном берегу реки одна над другой черепичные крыши. Это винные погреба. Портвейн здесь производят, ценят, любят, пьют и даже ставят ему памятники. Чуть выше монастырь, который превратился в военный объект, здесь португальцы проходят армейскую службу. Призывают и парней, и девушек. Правда, всего на один день. Рассказывали, как у них происходит, какая у них иерархия, кто у них главный, что они делают, как они тренируются. Это все текст. Потом мы пошли. На улице стояли разные военные машины. Можно было посидеть в них, можно было оружие потрогать, автоматы. После обеда у нас было продолжение, только уже гражданское. И закончилось у нас это буквально в пять часов. То есть до этого все время они рассказывают, как и что. То есть на теории основано. Ничего, никакой практики. Это всего лишь один день. Обязательно туда приходить. В конце они дали карточку, которая подтверждает, что ты как бы сделал этот день. Вечером все, дембель, мы пошли домой. По вымощенным брусчаткой улицам идем по центру порта. Часовня, отделанная из росами в бело-голубой гамме. Памятник рыцарю-основателю города у стен крепости. Дома, декорированные разноцветной глянцевой плиткой. Миниатюрные кофейни, сувенирные лавки. Здесь нет крупных и многоэтажных магазинов. Все торговые центры и комплексы за городом. И вот как там выглядят парковки. Неопытные ищут нужную машину часами. Русская церковь, которая разместилась в католическом храме. Уже три с половиной года здесь служит Александр Пескунов. Священный Синод отправил его из родного Краснодара сюда, в порт. Это очень хорошо. И свидетельством этого является возможность служить в этом храме. Это же храм католической церкви. Отношения с их стороны очень теплые, очень дружеские. Настолько теплые, дружеские, что, наверное, сложно нам себе представить такое. Чтобы мы так выступали, например, в России, в Украине. Чтобы к нам приехали наши братья, христиане, католики. И мы бы отдали наш храм, чтобы там служить. Даже если он пустовал, например. Здесь осталось католическое убранство. Лавки для прихожан, скульптуры. И появились явные православные детали. Деревянное распятие, кивоты, иконы. Все это своими руками сделали прихожане, чтобы храм был похож на привычный. Теперь здесь есть даже звонница. Лежал этот кулаком, и мы его пролезли. Первая часть звона колокола называется «Благовестный». Когда долго звонят, с долгим интервалом. Самый большой пункт. Это называется «Благовестный». Это церковная песня. Как раз созывает. А вторая часть называется «Благовестный». Правда, что ли? Ее часть называется «Благовестный». В пяти минутах ходьбы Неброское неоготическое здание. Старинная книжная лавка, куда продаются билеты, как в музей. Магазину «Лелла» больше ста лет. Резные деревянные стены, витраж на потолке, замысловатые балконы и удивительно переплетенная лестница. У здания еще днем собирается огромная толпа, и к вечеру количество людей у входа достигает гигантских масштабов. В полночь здесь будет презентована новая книга о Гарри Поттере. Европейские гастроли Ставропольцев подходят к концу. И в этот вечер выступать они будут не на сцене, а у мангала. Шашлык по казачьей артисты жарят на всех участников фестиваля. Купили 150 килограммов мяса, и на этом завершили свою карьеру шашлычников. Попросили их порезать по-русски, кусками. А они привезли вот такой вот вариант нам. Плоско, под барбекю. Очень тоненько, как бекон. У них нет ни шампуров, ни нормального мангала, нам приходится делать барбекю. Со свининой не задалось, а вот с бараниной было легче. Ее купили для тех, кому религия не позволяет есть свиное мясо. В моем рецепте самая простая система. Соль, перец и мясо. Больше ничего не надо. Через 10 минут шашлык стал самым лучшим. И руки хорошие. Но кулинарные нестыковки роковой роли не сыграли. Шашлыки по казачьей ели и африканцы, и украинцы, и португальцы. За столами и повара школы, где жили участники. Если бы мы разместили всех в разных гостиницах, нам не удалось подружить между собой коллективы из разных стран. Наша задача как можно сильнее объединить и сплотить артистов, чтобы у них были друзья по всему миру. Фестиваль, уговорит Домингос, уже 38 лет, и каждый раз артисты живут именно здесь. Наступает ночь, и в школьном дворе начинается традиционная вечеринка. Группы из разных стран меняются танцевальной культурой и учат друг друга национальным движением. На площадке Мексика их урок, как, не прекращая танца, без помощи рук завязать бант из широкой ленты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После носителя культуры объясняют пошагово, повторяют все желающие, но повторить так не может почти никто. Следующее занятие проводят в Сенегал, девушки имитируют звуки диких животных, парни делают сальто. Субтитры создавал DimaTorzok Точка фестиваля. Последний концерт. Сцену соорудили прямо в деревне Аргансиль. Эффектное оформление и места прямо на асфальте. Посмотреть заморский фольклор пришли и португальцы из соседних деревень. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты сорвали и казаки. Они оделись особенно нарядно и исполнили максимально динамичные номера с трюками, шашками, выстрелом из бутафорской пушки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В финале концерта они вышли за руки. Сенегал с Украиной, Мексико с Россией, Португалия с Новой Зеландией. Это действительно радостный вечер. Гастроли закончились. Артистов провожают большим тортом, руководители коллективов заносят ножи. Праздник до рассвета и утром выезд домой. От края материка обратно в Ставрополь. Затянутый финал самой тяжелой поездки за всю историю коллектива «Вольная степь». Шесть дней в автобусе. 12 стран за месяц. Начинается обратный отсчет. Португалия, Испания, Франция, Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Венгрия, Словакия, Польша, Белоруссия, Россия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok